Мне кажется, вообще в мире дети нуждаются в большее понимание со стороны родителей. Я была вот в Амстердаме в музее Ант-Франк, и мне там очень что запомнилось, когда я читала, ну там видео его отца, когда он нашел, ее отца, когда он нашел ее дневник, он говорит, что после того, как он почитал ее дневник, он говорит, я понял, насколько родители мало знают своих детей. И это мне прямо вот тогда в голову врезалось, я думаю, что надо уметь их слышать. И главное, чтобы не хотеть, чтобы они были кем-то, кем мы хотим, чтобы они были, а чтобы они были тем, кем они сами хотят, чтобы они были. Вы тогда подумали, что вот вы и про ваших детей мало знаете? Было такое? Ну, конечно, да, но сейчас я уже по-другому к ним отношусь. То есть я отношусь к каждому из них, как к индивидуальной личности. И мне это особенно легко дается, потому что у меня двойняшки, и они должны были быть вроде похожи, все, они даже на братьев не похожи, то есть как будто с двух разных планет. Поэтому я поняла, что это просто отдельные души. То есть вы сейчас вообще не задумываетесь о том, кем могли бы стать, например, ваши дети? Или вот есть уже какие-то... Нет, ну, главное, чтобы они были добрыми, да? А так и счастливыми. Но если будут добрыми, то уже будут счастливыми. Ну, вот опять же здесь вытекает из всего этого проблема в том, что как бы каждый, как правило, задумывается о судьбах собственных детей. Да. А кто же подумает о судьбах вот тех детей, о ком некому заботиться? Это надо, ну, вот люди, которые работают с такими детьми, да, конечно, это огромное, огромный труд, это огромное дело то, что они делают. Потому что мы часто посещаем больницы, детские дома, но мы приходим, проводим с ними час-два и уходим. А человек, который посвящает свою жизнь этому, это просто, не знаю, бесценно то, что он делает. Нам это никогда, наверное, ну, мне не понять. Но я думаю, что очень важно, что те люди, которые посвящают себя этому Божьему делу, чтобы они никогда не забывали о себе тоже. Потому что нельзя становиться жертвой. Мы тоже все-таки те же дети. Ну, то есть выгорание такое? Нельзя, конечно, ну, нельзя, надо, когда ты понимаешь, что уже тебе это стало в тягость, уметь остановиться, отдохнуть и возвращаться, чтобы это всегда было только в радость.